для меня он про человеческий успех наверное так успех и не успех и какой-то личностный рост человеческий он много о чем честно говоря так сложно наверное одну вещь выделить но в первую очередь он наверно про то что каждый человек должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и это единственный способ сказать быть счастливым и управлять своей жизнью вот и наверное еще о том что месть никогда не приводит к позитивным результатам в жизни то есть как бы не был бы приятен результат в моменте в долгосрочной перспективе это в первую очередь разрушает тебя для меня эта история о взаимоотношениях детей их родителей о том что у каждого родителя если есть ребенок то каждый период возраста он определенный нужно быть очень внимательным к своему дитю чтобы его не потерять а быть рядом с ним и дружить и понимать что за мир в его голове потому что каждый человек это отдельная планета отдельный космос и ты как родитель несешь за это ответственность мне моя линия очень нравится и обожаю поэтому ничего этого не хотела бы менять самом сериале в целом в истории я не понимаю зачем менять он создан для того чтобы как раз мы прошли все эти падения взлет и чтобы поняли чего-то для себя поэтому менять нет изменила бы очень многое но тем более я писала эту историю четыре года назад и я уже поменялась как человек во многом какие-то когда проходили съемки увидела какие-то недостатки возможные истории какие-то вещи которые я бы переделала но как это говорится история не знает сослагательного наклонения она такая какая есть я бы ничего не хотела менять не в героинях не в своей судьбе все так должно быть но последнее слово и выбор всегда за нами всегда за человеком остается никто никогда не сможет нас переубедить поставить на другой путь последнее слово и выбор всегда за нами мой конечно тут как бы без вариантов просто мне нравится очень мой персонаж я даже честно скажу признаюсь я целом весь сценарий старалась не читать потому что мне было важно именно мою линию сыграть протянуть ее и сделать очень хорошо вот так что но мне нравится персонаж моей мамы смысле катя волкова сыграла мою маму роль лера вот мне очень нравится это же женщина хотя она довольно слабая но я не очень люблю слабых людей но что-то мне такое есть наверно просто катя очень много чего ей подарила невероятные женственности и какого-то такого женского опыта и очень нравится любимых героев у меня нет они все мои любимые что если можно так выразиться потому что каждый человек он уникален во всем не могу сказать что у меня есть один фаворит все три героини они как бы это шизофренически не звучало все они части меня и в каждой есть что-то что мне нравится что не нравится какие-то свои плюсы и недостатки я каждый раз дала щедро поэтому наверное вот так выделить одного человека я бы не смогла не скажу что мы похожи не скажу потому что я ну просто у меня другая жизнь сложилась поэтому я я никогда не испытывал того что испытывала даже вот но у нее есть характер и есть стремление все таки ну как бы постараться быть человеком вот это для меня вот эта основа это это мое тоже и я очень за это люблю моего персонажа люблю дашу вот и конечно вот проблема красоты когда ты очень красиво да я не скромная женщина в этом смысле когда ты красива у тебя начинаются проблемы с мужеским полом и со всеми вытекающими отсюда вещами в том смысле харассменты какие-то там еще что-то вот это все я тоже переживала так так или иначе и поэтому вот в этом мы как-то похожи относительно конечно же мне ближе часть 21 года потому что это ближе к моей психофизики я могла бы там более органично потому что 2008 год для меня для нади калиганова был совершенно другой с другим обществом с другой музыкой другим социумом для меня это был эксперимент в котором я могла более обратиться обратиться к своей к своему ремеслу к своей профессии это к наблюдениям за человеком какому-то составлению образа человека я не знала как подойти к лене 2008 года и я составила ее в итоге из каких-то ироничных которые мне нади как мне казалось как актрисе не присущ на я никогда не думал что я могу быть ироничной комедийной но вдруг я сегодня вот увидела первую серию мне показалось что у меня так как я не знала как этому подойти в итоге я это сделала очень как мне кажется иронично как-то сверх персонажа вот ну конечно лена 21 года для меня ближе всего даже по я не знаю почему мне кажется я была самой собой но в предлагаемых обстоятельствах того что есть я очень надеюсь что сериал вообще не дает никаких советов мне не нравится такая как бы манера общения он показывает ситуации а выводы каждый делает в меру своей испорченности и я бы не хотела сказать вот так не делайте и вот так тоже не делайте это как бы личный опыт каждого и умение то что я уже говорила брать ответственность за свои поступки это то что мне кажется отличает взрослого человека всегда проверяй кого ты пускаешь в свой дом особенно если это очень красивая и молодая свежая подружка вот потому что она может немножко увести твоего папу вот если ты хочешь попробовать что-то новое что-то запрещенное как кажется твоим родителям обсуди эту тему с ними но попробуй это но попробуй это осторожно если у твоей мамы появляется красивый очень интересный и богатый ухажер то а потом после того как ты попробуешь поделись с этим со своими родителями смотрите только в онлайн кинотеатре премьер а а а а